Недавно мы с вами разбирали утилиту GZIP, которая позволяет сэкономить пространство с помощью сжатия данных, и реализовали это для бэкапа домашней директории. GZIP работает с файлами, и на этих картинках показан простой пример. Но у такого сжатия есть пара нюансов. Со сжатыми файлами работать не получится, их нужно предварительно разжимать. Точнее есть всякие утилиты, которые позволяют работать с сжатыми файлами, но это не годится для всего. Да и сжимается не абсолютно все, а только то, что вы укажете. Однако есть механизм, который позволяет экономить пространство еще на уровне блоков данных, дедупликации. В целом механизм напоминает сжатие, но работает не на уровне файлов и алгоритмов сжатия, а на уровне блоков. Дублирующиеся блоки заменяются ссылками на один. Очень яркий пример для использования, если у вас множество виртуальных машин. Представьте, что вы подняли сотни виртуалок с CentOS. Каждая выполняет свою задачу. На всех одна и та же операционная система, ядро, библиотеки и куча утилит. Все это одно и то же, дублирующиеся на сотни виртуалок. Файлы работающих виртуалок не сожмешь с помощью Gzip, да и эффективность от такого сжатия будет сомнительной. А вот дедупликация увидит кучу одинаковых блоков и заменит их ссылками, то значительно сэкономит пространство. Минусы, конечно, тоже есть. Дедупликация постоянно работает, из-за чего увеличивается использование оперативной памяти и диска. Соответственно, где-то проседает скорость работы. То есть, на домашних компьютерах это не так нужно, а в рабочей среде зависит от конкретной задачи. С недавних пор у Red Hat появилась технология VDO – Virtual Data Optimizer. Она позволяет экономить пространство диска, при этом жертвуя ресурсами процессора и оперативки. И, кроме дедупликации, она избавляется от пустых блоков, в которых одни нули, а также сжимает итоговые данные алгоритмом LZ4. Также она обеспечивает сим-провиженник, то есть, когда вы компьютеру выделили, скажем, 50 гигабайт, а операционной системе говорите, что там 500. Зачем это нужно? Представьте, что вам нужно поднять несколько виртуальных машин и каждой дать по 50 гигабайт на будущее, потому что количество данных будет расти. Но, во-первых, сейчас каждая виртуалка будет занимать не более 5 гигабайт, а во-вторых, у вас сейчас нет таких больших дисков. Будут расти данные, вы добавите новые диски. Если вы сейчас выделите в виртуалках всего по 5 гигабайт, то вам постоянно нужно будет в них увеличивать пространство по мере добавления дисков. А с син-провиженником вам не нужно это делать. Виртуалка будет занимать столько места, сколько ей нужно на самом деле, а вам просто нужно будет следить, чтобы выделенный вами диск не закончился. Если закончится, будет плохо, потому что виртуалки будут видеть свободное пространство, но не смогут туда писать, потому что реального пространства больше нет. И это приведет к проблемам. Но и стоит упомянуть падение производительности при использовании ВДО. По скрину видно, что просадка довольно-таки значительная. Если без ВДО с XFS на LVM копирование 5 гигабайт занимает 28 секунд, то с ВДО в асинхронном режиме 55 секунд, а в синхронном и вовсе 71. При синхронном режиме ВДО ждет ответа от диска о том, что данные на него записались. Но суть в том, что диск может немного соврать об этом, потому что он может перед записью использовать кэш. Только вот, если сервер вдруг вырубится, то данные в кэше пропадут. Тут, конечно, есть нюансы. Кэш может быть с батарейкой или диск со сквозным кэшем, но в любом случае синх стоит ставить только если бы уверено в том, что делаете. При асинхронном режиме ВДО не гарантирует файловой системе или приложению запись на диск, тем самым они сами заботятся о сохранности. По умолчанию же используется режим авто, который сам подбирает нужный режим в зависимости от накопителя. Сам ВДО ставится поверх блочного устройства ниже файловой системы и LVM. Если у вас RAID, ВДО нужно ставить поверх RAID. Если зашифрованный раздел, ВДО ставится поверх него, иначе он не увидит, что там дедуплицировать и зажимать. У ВДО есть ряд требований к размеру диска и оперативки, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. Например, для диска размером до терабайта нужно примерно 700 мегабайт оперативки под задачи ВДО и 2,5 гигабайта пространства под метаданные. Для теста я добавил нашей виртуалке еще один диск на 6 гигабайт. Минимально необходимое пространство для ВДО это почти 5 гигабайт. Также нам понадобится установить утилиту и модуль ядра для работы с ВДО. Итак, у нас есть диск СДД, на котором требуется развернуть ВДО. Но, как мы обсуждали, имя СДД динамически выдается UDEV при включении, то есть может поменяться при определенных условиях. ВДО предпочитает постоянные имена. Попробуем найти СДД по идентификатору. Это идентификатор диска – символическая ссылка, которая постоянно будет ввести на нужное устройство, поэтому используем его. Хотя ВДО и сам делает попытку найти нужную символическую ссылку, тем не менее мы это сделали за него, чтобы было нагляднее. При создании ВДО указываем желаемое имя, указываем на устройство и указываем логический размер – то, что я говорил про симпровижений. То есть физически диск у меня 6 гигабайт, а файловая система будет видеть все 12. Но команда у меня не сработала. Как видите, вышла ошибка kernel-module-not-installed. А дальше нам показывает, что ядро не нашло модуля в директории lib-modules. Но так как установка прошла успешно, попытаемся найти модулю вручную. Как видите, Find нашла две директории с более новыми версиями ядра. И в них эти модули. Скорее всего, установка модуля подтянула новую версию ядра. И в директории boot как раз есть новые версии. На всякий случай проверим текущую версию ядра. 147. Значит, нам нужно просто перезагрузиться. Reboot. Чтобы загрузиться с новым ядром. После перезагрузки слетели драйвера VirtualBox. Пришлось переустанавливать их для новой версии. Сначала ставим необходимые пакеты, после чего с диска запускаем установку гостевых дополнений. Потом опять перезагружаемся. Пробуем команду опять. И все получается. Утиль это нам говорит, что создала слабы. То есть блоки в понимании ВДО. Размером в 2 гигабайта. И с таким размером у нас получится использовать только 16 терабайт пространства. А для больших объемов требуется указать размер слабых больше. Максимум 32 гигабайта. И пространство объемом 256 терабайт. Давайте сразу на него запишем файловую систему. После чего выясним UID и добавим строчку в FSTAB. Обратите внимание на опцию монтирования. XSystemD requires VDO service. Она нужна, чтобы монтировать эту файловую систему, только если сервис VDO запущен. Попробуем создать директорию и примонтировать. Как видите, все примонтировалось. Теперь давайте протестируем. Например, сделаем несколько бэкапов домашней директории. Но перед этим проверим статистику. Несмотря на то, что пока здесь нет никаких данных, VDO уже зарезервировал 4 гигабайта места для информации о дедупликации. Поэтому нам остается всего 2 гигабайта. Хотя DF нам показывал все 12. Но, как я уже говорил, нужно быть осторожным и не допускать заполнения этих 2 гигабайт. Либо увеличивать размер диска под VDO. Вообще, у VDO множество возможностей. Останавливать или запускать дедупликацию и компрессию. Менять размер логического и физического диска. Менять тип записи с синхронного на синхронный. И наоборот. Это вполне понятные ключи, но советую быть осторожным и предварительно прочесть документацию, прежде чем выполнять эти операции. Итак, давайте приступим. Для начала создадим один бэкап. И посмотрим статистику. Как видите, почти 200 мегабайт потратилось на один бэкап. Теперь попробуем сделать еще один бэкап. Проверим еще раз статистику. А там все равно 200 мегабайт. При этом обратите внимание, как сильно выросло значение Space Saving. В итоге у нас получилось 2 файла. Вместе они занимают почти 400 мегабайт. Но благодаря VDO второй файл практически не занимает пространство. Да, в реальных условиях вряд ли все файлы будут одинаковы. Но так как дедупликация работает на блочном уровне, в определенных случаях получится немало сэкономить. Более детальную информацию можно узнать с помощью ключа статус. Например, о типе записи. Напоследок советую не забывать пользоваться MAN, где есть и примеры создания, и то, что нужно указывать в FSTAP, и информация по многим ключам. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали VDO. Технологию для дедупликации и сжатия данных. Ее легко развернуть, но нужно быть внимательным и учитывать требования по оперативке, по занимаемому пространству и падению производительности. Это не так эффективно на небольших объемах данных, но для определенных задач, например, для бэкап-хранилища или хранилища для дисков виртуальных машин, эта технология незаменима.